Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Кутя. 11 октября в соответствии с поручением главы Республики Астин Сергеевичем Николаевым были произведены первые выплаты единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч семьям военнослужащих. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент через систему МФЦ и портал Госуслуг осуществляется прием заявлений на оказание единовременной помощи, а также ряд льгот, которые предусмотрены для данной категории. А в целом, для того, чтобы подтвердить, необходимо самим гражданам лишь только подать данное заявление, со стороны же органов государственной власти, а именно Министерства труда, Министерства образования, их управления на местах, осуществляется колоссальная работа по выявлению соответствующих мобилизованных, в каких частях они находятся, соответственно, собираются у всех справки в порядке Мишведа, для того, чтобы осуществлять, начинать осуществлять эти выплаты без привлечения граждан самостоятельно. Необходимо обратить внимание, что выплаты уже прошли у нас в Алданском, Мирнинском, городе Якутске, в Нюрнгринских районах. Практически во всех школах начали бесплатно кормить детей военнослужащих. В случае выявления фактов, когда школы не будут осуществлять бесплатное кормление детей военнослужащих, а на местах это достаточно четко выявляется, просим давать соответствующие сигналы Министерства образования для привлечения к ответственности руководителей школ, которые не выполняют указ главы республики Саха и Якутия. На настоящий момент от родных мобилизованных у нас поступило порядка 679 обращений по мерам поддержки, в том числе 622 на горячую линию 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально для решения проблемы в максимально короткие сроки. В жизненной ситуации бывают очень разные. И так как они связаны с такой интимной темой, как семья, то, соответственно, достаточно это все происходит эмоционально, много и, соответственно, решается практически постоянно в индивидуальном порядке. Хотелось бы обратить внимание, что на два момента меры будут распространяться с момента зачисления на военную службу. В этом вопросе, соответственно, на настоящий момент достигнуты в том числе и наконец-то договоренности с Министерством обороны Российской Федерации. Они тоже озадачены данным вопросом для того, чтобы направлять эту информацию. Кроме того, по родительской плате в детских садах и выплате специальной стипендии будет произведен перерасчет. Размер специальной стипендии будет составлять 5607 рублей в месяц. Стипендия является дополнительной, и студент сможет ее получать независимо от успеваемости. И второе. Единовременная материальная помощь оказывается всеми военнослужащих, проживающих на территории Республики Саха и Якутия. Для тех, кто не успел зарегистрировать брак, мы предусмотрели возможность как ускоренной работы наших ЗАГСов, так и оказания единовременной материальной помощи лицам при фактических брачных отношениях при условии совместного проживания. Также на горячую линию часто обращаются граждане по вопросам оказания юридической, психологической помощи. Соответственно, принято решение об оказании их на бесплатной основе через нашу соответствующую структуру.